Здравствуйте, уважаемые подписчики канала Процветок. С вами Ольга Дуброва. И сегодня я отвечу на вопрос, что посеять в июне-июле. Для огородников и цветоводов ежегодно одна и та же беда повторяется. Весна у нас, как правило, запаздывает, лето пролетает, ну а осень торопится. И мне кажется, что июнь, середина июня, июль месяц, это такое замечательное время, когда можно уже наслаждаться какими-то результатами своего труда, плодами, зеленью наслаждаться, видеть, что что-то успешно произошло в наших посадках, ну и видеть какие-то ошибки. Главное делать из них выводы. И остается время на то, чтобы не торопясь уже что-то досеять, что-то доделать, досадить. Хочу порекомендовать вам, что в эту пору еще можно посеять очень, как ни странно, много культур. Как овощных, так и цветочных. Среди цветочных культур можно посеять, если начнем с однолетников, то можно посеять и даже в июле месяце, ну а в июне так однозначно можно посеять, такие растения, как календула, василек синий, кларки, гадеция, бархатцы можно посеять. Даже если вдруг они где-то в северном регионе или в силу погодных условий они не зацветут, то по крайней мере посеянные бархатцы вдоль ваших овощных грядок, они будут с успехом работать как отпугивающее средство от различных вредителей. Календулу, например, можно собрать, изготовить цветки и листья на лекарственные всякие препараты, примочки домашние. Среди многолетних растений можно посеять такие растения, как пасконник, василистник, различные вероники. Ближе к июлю месяцу из многолетников можно посеять люпин многолетний, невянник, дельфиниум, аквилегию, различные гвоздики многолетние с таким прицелом, чтобы на следующий год они у вас уже зацвели. Можно посеять их сразу на постоянное место, а затем проредить. А можно посеять предполагаемый такой вот освободившийся кусочек земли. Это будет у вас служить таким местом, как рассадничек. Вы их, конечно, тоже на зиму немножко проредите, чтобы они себя лучше чувствовали, развивались, более полноценно хватало им площади питания. Ну а если что-то быстрорастущее, то можно где-нибудь в конце августа до середины сентября, в зависимости от погодных условий, можно посадить уже из этого рассадничка на постоянное место. Из двулетников в это время очень много можно посеять. Это ивиола. Это есть очень интересные, миленькие сорта незабудки. Незабудок много различных видов. Белого цвета, розового цвета, насыщенного голубого цвета. В различных цветниках они смотрятся просто незаменимо, очень создают такое романтическое настроение. Среди двулетников еще можно посеять колокольчик средний, на перстянку можно посеять и гвоздику турецкую, либо гвоздику шабо. Эти растения также зацветут на следующий год. И снова такая же история, что можно в конце августа их посадить уже на постоянное место, а можно оставить зимовать на этом месте, где вы их посеяли. Ну, цветы цветами. А что можно делать с овощами в это время? В это время можно еще вдогонку каким-то неудачам посадить поздние сорта капусты. Можно даже посеять кабачок, или можно где-то раздобыть рассаду кабачка и посадить. Июнь, июль месяц, это вообще чудесные дни, теплые, длинные, ночи теплые. Влаги хватает, либо если мы поливаем, то эта влага успешно работает. Корни просто балдеют в этой теплой, рыхлой земле. Солнце сверху припекает, день длинный. Все складывается замечательно. В эту пору расти не хочу. Но всегда нам кажется, что вот все, закончилась весна, и посадки наши завершились. Можно досадить рассаду перца. Если у кого-то осталась рассада баклажан, можно высадить прямо в открытый грунт эти растения. Июль месяц, это последний срок для тех, кто не успел посеять фасоль спаржевую. Она еще успеет дать достаточно вызревшие, нежные лопаточки. Можно посеять редис. Только смотрите, чтобы сорта, которые вы будете приобретать, они подходили для летнего посева. Потому что традиционные сорта, они все-таки рассчитаны на короткий день. И когда наступают длинные дни, то сразу же редисочка идет в стрелочку, и корень становится несъедобный. Поэтому обращайте внимание на то, чтобы на значке на обратной стороне этикетки, вот эта вот полосочка посева, она захватывала июнь, июль месяц. Некоторые можно даже посеять в начале августа. Можно сеять любую зелень. В каком бы состоянии она ни была, вы всегда успеете ее применить в пищу. Найти ей применение. Потому что зелень очень быстро развивается. Это различные шпинаты. Можно посеять щавель многолетний. Можно посеять щавель, который не только многолетний, но и декоративный. Можно высевать руколу. Бесконечно просто ее высевать. Через каждые 14-20 дней. Если вдруг вы не нашли редиску в июне месяце, то можно посеять еще редьку. Репу можно посеять. Ну, а мне очень нравится, конечно, думаю, что вам известно такое растение, как дайкон. Он хорош тем, что вот на единице площади у нас вырастает одна маленькая редисочка. Ну, даже если большая редисочка. А на единице площади у нас получается очень выгодное размещение. Корнеплод у дайкона длинный, крупный. Почва должна быть под его посевы глубоко обработанная, рыхлая. И тогда вам не хватит даже лопаты, чтобы его выкопать. Такие образуются корнеплоды. Ну, дайкон замечательные вкусовые качества у него. Это я вам рассказывать не буду. А еще я вам хочу порекомендовать посеять такое растение. Может, мало кому оно известно. Называется оно двурядник тонколистный. Двурядник тонколистый или по-латыни, это, к счастью, паук. Диплотаксис. Тинуефолия. Диплотаксис тонколистный. Это неприхотливый, холодостойкий многолетник. Это примерно та же рукола. Называют еще рокет-салат. Или рукола дикая. Вкусовые качества такие же. Вот такой горчично-ореховый вкус. Но на одном месте растет много лет. И до самых заморозков зелень сочная, многочисленная. Образует достаточно компактные такие высоковатые кустики. В зависимости от условий высотой 25-40 см. И выгода такая в сравнении с руколой, что один раз посадил, и, пожалуйста, тебе многолетняя рукола на одном месте. Можно высевать вплоть до середины августа. Поэтому постарайтесь, найдите, и вы не пожалеете. Ну и снова я обращусь к моей любимой теме. Это бутылочка. Вы уже заметили, что я люблю бутылочки. Это еще, наверное, с университета. Играю в бутылочки. И предложу вам очередной лайфхак. Давайте мы сделаем смешанную посадку. С таким расчетом, чтобы мы постепенно на каком-то освободившемся месте, очень рационально его использовали, и насыпаем мы в бутылочку семена таких растений, у которых разные фазы роста, разные фазы развития. И мы их будем постепенно убирать. Они не будут затеснять друг друга. И по итогу останется кто-то последний, которому будет очень хорошо. Ну и мы будем с урожаем. Значит, выбираем, чтобы было красиво, редис красненький, окраска. Насыпаем его сюда. Ой! Беленькую редисочку. Она также, обратите внимание, у нас зеленая стрелочка идет до середины августа. Значит, мы без ущерба на вкусовые качества, и на результат можем высевать ее в этот период. Очень успешно можно выращивать лук на перо. Ну, здесь определенный сорт, они бывают разные сорта. Можно дальше воспользоваться обычным луком-батуном. Это также вот разновидность лука-батуна, но который выращивается в однолетней культуре. То есть вот конкретный сорт, он предназначен для зелени. Зелень получается равномерная, устойчивая к различным заболеваниям. И такой сорт, он не дает луковицы, но зато дает очень высоких вкусовых качеств зелень. Значит, мы его тоже отправляем сюда. Быстро очень будет сходить шпинат. Это у нас будет первое претендентное употребление. Шпинат также можно высевать периодами. И вплоть до августа-сентября месяца. Также обращайте внимание на сорта, потому что сортов шпината очень много, отличаются и ростом. Ну вот лук, который обычный батун, его также можно использовать, но я уже его туда добавлять не буду. И насыплю я еще редьку, которая типа дайкон, и она у нас останется последней. Мы ее будем убирать в последнюю очередь. Рекламируемый мной двурядник я сюда добавлять не буду, потому что все-таки его надо посадить на более конкретное постоянное место, чтобы можно было собирать с него урожай. Так, теперь мы закрываем бутылочку. В бутылочку я насыпала песочком. Для чего? Для того, чтобы... Если сюда можно добавить еще, между прочим, и морковь. Пусть она будет не для зимнего хранения, но в сентябре месяце молодые пучки моркови, я думаю, понравятся всем. И теперь можно включить музыку и минут 10-15 таким маракасом потанцевать возле грядки. Это нам дает что? Такое перемешивание и встряхивание. Во-первых, удобно будет высевать. Мы будем видеть равномерность и густоту. А во-вторых, получается такая скарификация. И делаем рядочки на нашей грядочке. Разровняли. Глубина 3-4 сантиметра. Если почва плотная, то можно добавить в нее песочка, чтобы она была более пушистая. Либо торфа перемешать. И вот на расстоянии 20 сантиметров мы сейчас будем высевать. Проливаем рядочки, чтобы они упали во влагу. Семечки наши потрясающие. И мы немножко давайте сдвинем бортик нашего рядка для того, чтобы получился такой расширенный ряд. Чтобы наши культуры потом все-таки не стеснили друг друга и развивались полноценно. И теперь мы высеваем таким образом семена. Видите, вот они там даже разного цвета. Красота. Не просто урожай, а еще и красиво работает. Ну все. Я надеюсь, что это будет не густо. Можно вот посмотреть, как красиво различные инкрустированные зернышки. Засыпаем. Уплотнили немножко. Засыпаем. Снова проливаем. Ну и, как в случае с любыми другими проростками, главная задача до появления всходов, чтобы наш грунт оставался постоянно в состоянии увлажнения. Потому что могут растения тронуться в рост, засуха, и все тогда прекратится. Поэтому сохраняем во влажном состоянии, дожидаемся урожая. И по мере созревания различных посеянных нами культур, мы их извлекаем. И тот, кто остался последним, дорастает уже до поздней осени. И вот мы получим с любого метража нашей грядки или наших рядочков где-то в уплотняющих посевах, может быть, в огурцах или в других культурах, мы получим на одном месте вот такую смешанную интересную грядку. Ну, мне кажется, это интересно. До новых встреч! Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал. Будем рады с вами еще пообщаться. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова